Доброе утро, Новосибирск! С утра для того, чтобы взбодриться и зарядиться на день грядущий, можно выпить чашечку горячего кофе или для того, чтобы активизировать свою мозговую деятельность, можно взять и поиграть в настольную игру. Всем доброе оранжевое утро, друзья! Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина. Отличное утро, я считаю, если начать его с настольной игры. У нас сегодня в студии Наталья Лифарь и Полина Еловская. Доброе утро! Доброе утро! В какие настольные игры играли наши предки пять тысяч лет назад? Что раньше использовали вместо игральных костей? Когда день рождения у Монополии? Об этом и не только можно узнать на выставке настольных игр «Твой ход» и от кураторов Натальи Лифарь и Полины Еловской сегодня в программе. Расскажите, пожалуйста, любите ли вы сами играть в настольные игры? Любим. Практикуем, да? Да. Умеем. Знаем. Рассказывайте. Но больше, конечно, мы по теории, потому что играть – это нужно время. Правила, как обычно, очень длинные, громоздкие. Начинаешь читать, не хватает сил и бросаешь это дело. Ну, и такое случается, конечно, тоже. Выставка проходит где сегодня у нас в Новосибирске? Куда можно прийти и познакомиться поближе со всеми экспонатами? Музей Олимпийской славы. Так, и до какого числа она будет работать? До середины февраля точно. Отлично. Тогда поговорим о том, что представлено у нас в студии, что есть у вас среди экспонатов. Вообще, от какого периода времени и до какого периода времени игры представлены у вас на выставке? У нас показано зарождение и эволюция настольных игр, начиная с игральных костей, астрогалов, и заканчивая современными играми. А что сегодня у нас в студии? А современные, подождите, вот просто сразу, да, чтобы понимать. Заканчивая современными играми, то есть это, наверное, телефоном с приложением игры? Или нет? Да, мы не подумали, но вообще, как бы, как вариант можно. Настолько обыденно, да, как бы, если мы говорим про все-таки про настольные игры, нужно все-таки что-то потрогать, что-то переместить, почитать правила опять те же самые. А вообще, как менялась игра на протяжении периода времени? Вот как проследить ее эволюцию? Эволюция, да, ну, началось все с игральных костей. Это самая древняя игра, ей уже пять тысяч лет, она встречается в памятниках древнего Египта. Кость, почему называется игра в кости? По названию материала, из которого она изготовлена. Брали кость животных, в основном это были позвоночные кости, и делали, или краской ставили точки, разное количество точек, или резьбу ставили на кости, и использовали вместо игральных костей. И со временем игральная кость трансформировалась в игральный кубик. Понятно. Какой большой интересный кубик. Кубик, так кубик, да. Ну, в принципе, да, здесь все привычно один, три, пять и до шести, от одного до шести. Я так понимаю, наверное, наши предки, да, кто сегодня идет охотиться на мамонта, давай бросим кости. Мне кажется, еще одна из, ну, одна, наверное, из самых старых игр, это «Пятнашки». «Пятнашки», ну, сколько себя помню. «Пятнашки», да, она как бы нам, она и современная игра, но реально она была создана американцем Ноэм Чепменом в 1878 году. В 19 веке она попала в Россию и сейчас пользуется популярностью эта игра. Причем эту игру используют для теста искусственного интеллекта, когда тестируют. Серьезно? Да, именно игру «Пятнашки». Именно игру «Пятнашки». Удивительно. Все, я больше не понимаю. Нет, просто, а, то есть задача искусственного интеллекта на момент собрать от одного до пятнадцати последовательно, правильно? Я понимаю, да. А есть ли вообще у этой игры какой-то алгоритм? Ну, надо, как уже сказали, вот мы видим, одна ячейка пустая, нужно собрать от одного до пятнадцати. Посмотреть очень интересно, да? Я давно, если честно, не встречался с этой игрой. Алгоритма нет, это просто делается, видимо, методом научного тыка. Так, расскажите о шахматах. Шахматы очень необыкновенные. Да, шахматы тоже большая история. Просто все. Да, и вообще еще в Индии существовала такая игра, которая называлась «Чатуранга». Как? «Чатуранга». Так. «Чатуранга». И в нее играли четыре человека, они объединялись в пары и играли друг против друга. И интересно, что фигуры были не черные и белые, как мы привыкли, а красные, желтые, зеленые и черные. И тогда понятие мата еще отсутствовало, а выигрыш достигался, когда были уничтожены все фигуры противника. На игровом поле, да. Подождите, четыре цвета, как определить, какой из них мой? Подожди, четверо человек, да? Да, четыре человека и четыре, да, фигуры разных цветов, соответственно. Но самое интересное, что как раз игроки использовали еще игральные кубики Костя. Они бросали этот кубик, и так определялось, с какой фигурой ходить. Видимо, кубиков тоже много было, потому что, мне кажется, вот смотрите, четыре цвета, четыре игрока, кубик, у него от одного до шести. Ну, то есть это нужно, не знаю, какой сложный придумать путь. Давай-ка бросим кубик, кто ходит? Я сказала, я хожу. Кто сильный, тот и бросает. Потом уже из Индии, вот индийский правитель подарил Чатурангу Персидскому, и в Персии игра уже Чатуранга преобразовалась в Шатранж. И в Шатранж уже играло двое человек, и уже ушли от бросания игральных костей, то есть уже ходы совершались по решению игрока, и она стала уже такой более интеллектуальной, а не как была азартной. Очень удивительные фигурки. Во-первых, они очень красивые. А во-вторых, материал, из которого они сделаны, какой-то необычный. Ну, это, я не знаю, может быть, пластик, не пластик. Похоже на карболит. Да, 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 это разновидность пластика. Очень прочная. И интересно, что, конечно, мы знаем огромное количество разных сувенирных шахмат. Сейчас можно в магазинах увидеть самые невероятные просто фигурки. Вот это один из примеров. И еще, ну, конечно, в разных странах были разные стандарты фигур. И просто даже было тяжело опознать их. Где конь, где ферзь, где слон. И, конечно же, со временем понадобился какой-то единый стандарт. Особенно на международных соревнованиях, где соперники из разных стран, чтобы они могли понять, как вообще играть. Ну, вот эти шахматы, да, были привычные. И вот такой стандарт был придуман в середине 19 века. И он был назван в честь сильнейшего в то время игрока Говарда Стаунтона. И сам комплект получил название Стаунтон. Этот комплект считается рекомендованным к международным соревнованиям от Федерации шахмат. А то есть нельзя, например, на официальных таких соревнованиях использовать, ну, скажем так, явные фигуры. Закрытые есть. А, есть только закрытые. Понятно. Это уже стандарт прописан. У нас на выставке представлены вообще очень интересные наборы разных национальностей, которые представляют какие-то культурные традиции разных народов. И брятия. И там вот действительно просто сложно понять, где кони, а где слон. Только методом исключения ты догадываешься. И еще я добавлю, что на выставке очень интересные шахматы, вырезанные из моржового клыка. Архангельскими мастерами 19 века шахматы датируются. Поэтому приходите, смотрите. И даже для наглядности мы положили сам моржовый клык. Да, да. Ивене. Нет, на самом деле вы говорите о том, что сложно разобраться, какая фигура. Нет, сложно разобраться, как собрать этот кубик. Вот, вот. Слава богу, он собранный, не крути, пожалуйста. Да, главное, не держи. Мне кажется, для этого кубика должен специально собиратель этого кубика. Нет, ну вообще, можете рассказать, насколько я понимаю, да, есть большое количество разнообразия этих кубиков Рубика. Вот есть привычные, я вижу. Самый классический кубик, 3х3х3. Вот это привычное. Мы все это знаем, но оказывается, это еще не все. И есть огромное разнообразие, начиная с 2х2х2 и далее идет. Ну это такой, наверное, детский кубик, да? Да, этот кубик, карманный. Этот кубик конкретно на 11 здесь. 11. Да, но и это не самый максимум, даже бывает и 21 на 21 на 21. Это же можно купить и всю жизнь собирать. Метровый кубик, да, который собираешь явно не один. Ну мы начали с четверых человек, вот собственно и продолжаем, да. Есть такой кубик привычный, но сдвоенный. О, это подождите. Сдвоенный кубик. Один прям в один, да? Можете посмотреть. Как интересно сделано. Раз смотри, пожалуйста. А вот этот кубик, он с заблокированными элементами, видите, здесь получается так не повернуть. Так это может проще даже раз, не получается в другую сторону. Хотя вроде он 3х3х3. Ну, если честно, мне кажется, это же каким нужно обладать интеллектом, чтобы взять и подобные кубики собрать, вот, да, скажем так. Хотя бы одну сторону. Ну, вот здесь ни одной стороны не собрано. Даже существует такое, скажите, ну действительно, есть какие-то, да, основные прописанные правила, как правильно крутить кубик-рубик, чтобы получить там какой-то результат? Есть даже течение, называется спид-кубинг. Да, это соревнования, соревнования проходят. Скоростная сборка, да, кубиков-рубиков, даже проходят с завязанными глазами и одной рукой. Такие есть категории. Ну, это же невозможно, с завязанными глазами собрать кубик-рубик, а ты же должен видеть цвет, чтобы его собрать. Это так думает только тот, кто не может его собрать в принципе. Хорошо, будем знакомиться дальше с играми. Киндама переводится как мяч и меч. Мяч и меч. Мяч, да, потому что там есть мячик, шарик и такой шип. А веревка зачем? Нужно... Чтобы долго не бегать за мячиком, все понятно. Да, это из Японии игра пришла, самурай на ловкость. Плюциально. Ну, координация на ловкость. Давайте попробуем. Это нужно вот каким-то таким образом, да, если что, помогать себе. Шарик ловится на чашу. Ты не самурай. Или на шип. К сожалению, видимо... На шип сложнее. Ну да, самое сложное, вижу, что здесь есть отверстие в этом шарике. И, соответственно... По легкому пути пошли. Нужно как-то подбросить и... Ну, это только для самурай. Я, конечно, не самурай. Эх, а так хотелось. И хотела еще спросить, вот это что за игра? Да, это игра ГО. Она относится к шашечному типу. Если в шашках и шахматная задача игрока убить противника, съесть, скажем так, то в ГО нужно захватить территорию. И ГО с японского обозначает окружить камнями. И вот обратите внимание... Это как у нас в городе застройки тоже в ГО играют. Да, да, да. Это хорошая. Захватывать территорию. Друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза. Посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49. После чего вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Это «Оранжевое утро» и у нас сегодня в гостях... Наталья Лифарь, Полина Еловская. И мы сегодня в студии играем. И разговариваем о выставке, которая проходит в... Музее Олимпийской Славы. И выставка называется «Твой ход». «Твой ход». Все достаточно просто. Чья была идея организовать подобную выставку? Это же жутко интересная история. Да, ну, во-первых, преддверие новогодних праздников. Мы захотели, чтобы посетители отдохнули. Ведь на нашей выставке не только можно посмотреть, но и поиграть в настольные. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Хорошо, продолжайте. Да, поиграть, потому что у нас много спортивных настольных игр. У нас есть головоломки, есть напольная игра, бродилка, которая, то есть, изначально она настольная, но она перекочевала на пол. И вот такой игровой кубик огромных размеров, 30 на 30, можно бросать, можно использовать фишки, можно самому передвигаться из пунктов. И бродить по музею. Да, да, да. То есть, пользуется большим спросом. Вот это, наверное, самое главное. Слушайте, ну, насколько нам известно, обычно бывает так, когда происходит выставка, да, тем более, что вы люди, которые занимаетесь всем этим делом. Приходит человек, у которого есть что-то. Да, очень аккуратно, бережно к этому относитесь, ко всему. И тут, значит, можно прийти на выставку и поиграть. То есть, нет ли таких экспонатов, которые, например, трогать точно нельзя? Конечно, они в витринах. Все, ладно, ну все, тогда все, то, что трогать нельзя, в витрине, да? Да, чтобы мы людей не путали, конечно. Вообще, привычная история, что, да, кто-нибудь хранит все эти сокровища, и потом организуется выставка. А как к вам попали все вот эти экспонаты? Да. И еще... Что-то есть из личной коллекции? Которые остались в музее. Так, мы начнем, что выставка из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея и филиалом которого мы являемся. Выставка из частных коллекций. Большая часть экспонатов принадлежит частному коллекционеру Денису Юрьевичу Рейфисову. Мы уже с ним сотрудничаем второй раз. То есть, он собирает от начала создания игр, да, и продолжает это? Да, мы обратились к нему, когда делали выставку шахматы. Нашли мы его, даже сказать, через авито. Вот. Нужны были индийские шахматы. Я обратилась, у нас завязался диалог, который уже продолжается второй год. Отлично. Хорошее знакомство. На самом деле, понятно, что там существуют шахматы, кубики, рубики. Вот, кстати, игра из моего детства. Менеджер. Мне всегда интересовало, чем менеджер принципиально отличается от монополии. Изначально игра называлась «Монополия», и зародилась она в Америке в 1934 году, во времена Великой Депрессии. Придумал ее безработный Чарльз Де Роу. И макет... Да, 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 да. У него все получилось. Он обратился в компанию по производству игры, и ему отказали. Тогда он сам ручно сделал 50 экземпляров и продал их. А когда спрос начал превышать предложение, он опять подал заявку, и все получилось. И через полгода эта игра стала самой популярной. А уже в Россию она попала в 1988 году как менеджер игра, хорошо нам известно. Кстати, тогда по телевидению прошла первая коммерческая реклама этой игры. Вот, даже вот так исторически... Менеджер. Она переведена на 44 языка и продана там миллионными экземплярами. Но это ведь, по сути, очень хороший тренажер про инвестиции, про вложения, про развитие бизнеса и прочее, открытие филиалов. Да, очень хорошая тренировка такая. Да, конечно, замечательно. Смотрите, ну вот в карточные игры, пожалуй, вот с ними знакомы так или иначе все. Абсолютно велико. Да. И они здесь у нас тоже есть среди эксплуатации. Что о них можете рассказать? Про карточные игры. Давайте начнем вот с карточных. Да, давайте. Давайте с карточных игр. И я предлагаю даже поиграть. С удовольствием. Давайте попробуем. Это игра, очень популярная салонная игра 19 века. И, конечно, вот как раз у нас 4 человека, 6 человек, это было бы идеально. То есть компания собиралась и раздавалась по несколько карточек. Вот давайте. Давайте я передаю. Да, для тайной коммуникации между игроками. Это нужно подсматривать. Это Паша. Нужно подсматривать. Здесь название цветов. Видите? Да. И фразы, принадлежащие цветкам. Например, я хочу диалог с кем-то из вас завести. Тайны, чтобы другие игроки не понимали, о чем идет речь. Ну, например, я называю незабудкой и говорю, я хочу с вами встретиться. Вы отвечаете, грубо говоря, роза, что все может быть. То есть со стороны все это выглядит невинно, а на самом деле у нас уже завязывается диалог. Интересно. А, то есть давайте попробуем. Причем название маг, название цветов, они повторяются для того, чтобы игроки, если был бы один раз, они бы знали значение, это было бы уже не тайно. Ну, давайте попробуем, Полина, начинайте. Орхидея. Орхидея. Так. Лотос. Надо переводить? Я не успеваю, да. Я бы сказал здесь, знаете, вот по поводу орхидеи, не успел, к сожалению, но я бы сказал лилия. Лилия. Нет, ну надо, наверное, значение прочитать, да, чтобы было зрителем. Вот орхидея, даже не знаю, как, Полина, к этому относиться, что вы мне, какую фразу вы мне бросили. Орхидея, вы кукла, но красивая кукла. Спасибо, после передачи мы с вами поговорим. Добрая игра. Хорошо. Дальше у нас... Евгений, не забудка. Не забудка. Держи, 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 прочитай. Не забудка, вы прочитаете, что да? Да, лицом хорош, да душой не пригожь. Вот, да. Спасибо, да. От кого от жены не ожидал, конечно, но хорошо. Да, супруга не обманет. Вот, а я почему-то думал технически, ну техническое мышление у меня включилось, и поэтому я выбрал Лилия. То есть, да, вот здесь вот, например, Лилия. Прочитай перевод, пожалуйста. Не подкрасишь, не продашь. То есть вы обменялись любезностями, да? Видимо, да. Нет, ну на самом деле увлекательно. Да, да, это карточки к нам попали из Китая, семья Григория Яковлевича Габерника. А у них часто происходили семейные драмы дома? Ну, раз они решили поменять место жительства, вернуться на родину, наверное. Григорий Яковлевич, он работал художественным руководителем в ТЮЗе, заслуженный деятельный искусств, театральный режиссер-постановщик. Сейчас он живет в Москве и работает в Малом театре. То есть и его фонд, не только карточки, но и много-много предметов Краевического музея. Хранится. Да, из личного фонда. Ну, это такие карточные игры уже с изысками, скажем так. А есть привычные? Привычные, да. Вот, кстати, обратите внимание, что это карты, это копия карт подлинники у нас. Под стеклом. Да, под стеклом. Нельзя, я не могу, да? Да, кстати, карты Рококо, начало 20 века, передали нам союз коллекционеров Сибири. Мы тоже с ними сотрудничаем. Мы сделали копию, чтобы специально принести. То есть изображение, то есть мы видим классическое, а на самом деле в 19 веке профессор живописи Арнольд Иосифович Шарлеман придумал изображение карт, которое сохранилось до сих пор. Тут, мне кажется, размер такой интересный. О, и это все вручную люди старались, рисовали, да? Да, 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 причем образы, они брались вот изначально. Французские карты, если у нас колода от 1 до 36 называется русская колода, то французская от, то есть у нас шестерки начинает, от шестерки до Туза. Вот французская колода 54 карты и от 1 до Туза, соответственно. Так, я еще одну вижу игру, тоже всем знаком, это, я не знаю, я всегда их родственниками шашки называю. Ты про рыбу? А, шашки. Я шашки. Да, шашки. Расскажите про них. Шашки? Шашки у нас на Руси известны еще с древности встречаются. А я думал, с Чапаевских времен. С Чапаевских, да, они особо не популярны. Они встречаются в летописях, в былинах русских, еще в 3-4 веках. Вообще в шашки любили играть поэты Гавриил Державин, Александр Пушкин. Кстати, в «Войне и мир» Лев Толстой сравнивает стратегию военного искусства именно с шашками. Наполеон шашки предпочитал шахматом. Вот, казалось бы, что шахматы, так как разнообразие фигур, определенность ходов этих фигур, оно, наверное, все-таки больше к тактике привязано. Смотри, раз, два, и ты убит. Нет, шашки были очень популярны в советское время, действительно, они доступны, просты и... Ну, два цвета, все, как это правильно сказать, все фигурки одинаковые, все очень просто. Да, а вот где фигурки не одинаковые, так это лего, это любимая, по-моему, игрушка. Да, лего, вообще история лего зародилась в Дании в 1932 году. Серьезно? Да, в мастерской, где работал плотник. Он работал не с пластмассой тогда еще, а с деревом. С деревом, да. То есть играй хорошо. Тогда фирма насчитывала, компания приобрела имя, в 1934 году в фирме работало всего 7 человек. И в 1947 году они начали выпускать пластмассовые игрушки, а в 1958 году его же тогда сын запатентовал именно вот эту систему... Скрепление. 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 И сейчас это самая распространенная игрушка. Кстати, конструктор, посчитали, что на одного человека приходится в мире по 32 кубика. Вот как? Да. И создана, создана в 2013 году полномерная машина, которая из лего. Для этого использовали 500 тысяч пластмассовых кубиков. Она двигается, скорость может развивать. На поршняк. На поршняк. Да, на поршняк, правильно. И скорость 30 км в час. Вот эта игра, это, пожалуй, та игра в советское время, мне кажется, не одно парковое какое-то увеселительное мероприятие. Да ладно, что-то и по дворе просто люди выходили, тогда еще были и столики, и лавочки, и спокойно играли. Расскажите про эту игру. Домино интересная история у нас. Я обожала играть в домино, и как раз у нас на выставке представлено именно то домино советское, в которое я играла со своим дедушкой. Это его домино, годов 70-х, наверное. И такая семейная история. Оно самое традиционное, ну, как это современное, там на костях точки от нуля, обычных пустышками называли, до шести. Ну, тоже, в процессе подготовки выставки выяснилось, что это еще не все, да, не предел. Бывают доминошки с точками и до трех, а бывают доминошки и с точками до 18. 18? Да, то есть на вот этой маленькой половинке может быть до 18 точек. У нас на выставке представлено домино, где точек максимум 12, оно уже современное. Да, оно будет интересно. Еще раз расскажите, как работает выставка. Время работы выставки? Со среды по воскресенье, среда, четверг, пятница мы работаем с 10 до 6, и суббота, воскресенье с 11 до 7, на Советской 33. И по воскресенье проходят бесплатные экскурсии в 13.00. Хорошо, замечательно. Спасибо большое, что пришли к нам в гости, до встречи на выставке. Спасибо, что пригласили. Продолжение следует...